Центр фотографии имени братьев Люмьер на прошлой неделе неплохо попиарился при помощи выставки эротических фотографий офицеров России и какой-то блогерши. Но помимо этого он еще выпустил недавно интересную книгу-фотоальбом по нашей тематике, посвященную столетию автомобильного завода имени Лихачева. Про эротику и офицеров мне вам рассказать нечего. А книгу мы сегодня полистаем и посмотрим, насколько она интересна любителям отечественной автоистории. Вообще за последние несколько лет, в том числе благодаря журнальной серии «Автолегенды СССР», в стране всколыхнулся огромный интерес к истории отечественной автопромы. И помимо разномастных производителей масштабных копий автомобилей, появилась и разнообразная книгопечатная продукция. На фоне многолетнего голода автолюбители столкнулись с невиданным ранее изобилием. И каталоги нам издали, и монографии по отдельным автомобилям, и книги по заводам. В общем, есть из чего выбрать. Книги издаются самого разного качества, и даже кризис не очень-то и подкосил книгоиздателей по нашей части. Этот же фотоальбом издан центром фотографии, поэтому ожидать от него энциклопедической точности или подробного освещения модельного ряда автомобилей марки «Зил» не стоит. Собственно, фотографий автомобилей в книге меньше трети, наверное. Остальное – постановочные снимки советских мастеров фотографии. Ну, если помните, именно такими кадрами иллюстрировались статьи об ударных темпах исполнения взятых на себя обязательств соцсоревнований. Да, и журнал «За рулем» пестрел такими снимками. Даже в нем в советские времена фотографий собственных автомобилей было, в общем-то, немного. И мы жадно вглядывались в каждый мутный кадр. Неважно, АМО F-15 там был или новейшая модификация автомобиля «Зил-130». И вот этот альбом оставляет такое же впечатление. Знакомый всем, кто читал «Советский за рулем». Только фотографии отличного качества. Фотоальбом разбит на несколько разделов. От АМО через ЗИС и ЗИЛ до современного АМО-ЗИЛ. И каждый раздел содержит фотографии тех времен. От Максима Борького до делегации фирмы «ФИАТ», посетившей завод в 1968 году. В целом, интересное издание для любителей окунуться в прошлое с автомобильным уклоном. jeans Bорького до делегации фирмы около þ66 г have тоже свист曾 Matsu, фотографии или фотографии. К Roy communicательной мед naughty Фом 라итр – эвак источник на все океанах. Издана эта книга тиражом всего в тысячу экземпляров, стоит 1300 рублей. Покупать или нет, каждый должен решить сам. Как сувенир к столетию уже не существующего завода, вполне себе приличное издание. Как познавательное чтение для любителей автомобильной истории, конечно, нет. Вот эта фотография, например. Видимо, высокохудожественный снимок. Или вот этот набор. С точки зрения фотографов, наверное, это интересно. С точки зрения любителей автоистории, мало познавательно. Надо отметить, что книга не просто полна советских фотографий, она сделана по советским стандартам. Именно такие юбилейные издания делали в Советском Союзе по случаю круглых дат автозаводов или заповедников, неважно. По сути, в этих изданиях всегда было мало. Можно было полистать красочный альбом, посвященный истории Зила, Краза, Маза, неважно какого автозавода. И найти там всего пяток кадров, собственно, с автомобилями. А всё остальное – социалистическая действительность. И в этом книга «Центр фотографии братьев Вюнгер» хорошо передаёт дух и суть ушедшей эпохи. Ну а нужна ли она на полке любителей отечественной автоистории? Вопрос очень спорный. Решайте. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.